Благословение Господне да пребывается всеми нашими богомольцами, собравшимся сегодня почтить воскресный день. Сегодня среди прочих святых, которых мы перечисляли во время молитв и память, которая будет совершаться завтра, есть один замечательный подвижник веры и благочестия, преподобный Арсений Каппадокийский. В монастыре Сурати, который находится в 10 километрах от Салоник, это столица Северной Греции, в Кафаликоне, то есть в главном храме обители, в притворе, две такие большие красивые иконы. И вот внизу у одной иконы, такое что-то вроде ковчега, где находятся как раз большие частицы мощей преподобного Арсения Каппадокийского. Как они туда попали? Ведь Арсений Каппадокийский был духовным наставником старца Паисия Святогорца, этого замечательного подвижника веры и благочестия, которого почитает и православная Греция, и православная Россия. К старцу Паисию, который похоронен в том же монастыре, и могилка его находится на церковном дворе, такое же паломничество, как у нас в Блаженной Матроне. Едут автобусы, автобусы, греки из разных областей, из разных частей Греции, с севера, с юга, с островов, приезжают, поклоняются, молятся. В благословении берут песочек. Как благословение, также греки любят выращивать базилик, и иногда можно у могилы видеть людей, таких доброхотов, которые приносят туда огромные пучки базилика, такие большие стебли, кладут к могиле, и тоже желающие берут базилик как благословение от могилы старца Паисия. Вот почему я вспомнил сегодня про преподобного Арсения, который сам по себе был замечательный человек, подвижник очень такой, очень как бы житие у него такое проникновенное. Может быть, чуточку поподробнее скажу еще дальше. Вот когда даже в книжках всяких, знаете, всякие книжки пишут, мотивирующие, которые человека настраивают как-то на результат духовный, на то, чтобы что-то сделать нужно, и вот в этих книжках такой совет есть. Вот если ты какого-то нашел авторитета, и ты хочешь как бы понять его, какой-то духовный мир как-то открыть глубже, ты найди, кто для него был источником вдохновения, потому что, как мы с вами помним, люди, они зажигаются от людей. В свое время митрополит Антоний Сурожский такие замечательные слова произнес, о монашестве, что никакой человек не может расстаться с миром, миром как совокупность и страстей, если он не увидит в глазах другого человека сияние вечной жизни. Люди от людей зажигаются. Конечно, иногда бывает так, что человек услышит Слово Божие, или услышит какой-то, помните, как Антоний Великий, да, он был человеком таким простым достаточно, вот пришел в церковь и услышал Слово Божие читалось, и это так его потрясло, и он как бы пошел в пустыню, вот оставил все. Но чаще бывает так, что люди зажигаются от людей, и вот это и есть предание, живое предание церкви. Когда мы общаемся с людьми, которые видели кого-то, общались с кем-то, старцев видели, подвижников видели, духовных людей, мирян, монахов, просто хороших людей, вот это как бы тепло, которое люди им передали, оно как бы, так сказать, передается вот так вот из поколения в поколение. Это мы называем как бы такой непрерывностью, как бы, ну, конечно, это немножко о другом, как бы, когда мы говорим о непрерывности цепи рукоположения, духовенства, да, ведь мы знаем, что священник, он не просто его как бы выбрали, батюшку, так сказать, назначили, вот иди служи, его рукополагает архиерей, возлагает на него руки во время божественной литургии с молитвой, на архиерея возлагал тоже кто-то руки, другие епископы. И вот если мы посмотрим, где конец этой цепи, то это будут святые апостолы и сам Господь Иисус Христос. В этом смысл непрерывности рукоположения в православной церкви и в тех церквях, которые придерживаются вот этого, как бы, древнего принципа, да, так сказать, непрерывности рукоположения. И вот применимо к Арсению Каббадакийскому, это был тот человек, от которого старец Паисий зажегся. В жизнеописании есть такое замечательное, в жизнеописании Арсении Каббадакийского, есть такая замечательная фраза, что жители того села, где он жил и где он был приходским священником, а село это было в Каббадакии, теперь это территория современной Турции, как мы с вами знаем. А что делали там греки? Греки там жили столетиями, а потом наступили трагические годы для греков и для турок, когда на территории современной Греции, так сказать, началось массовое вырезание турок, а на территории современной Турции началось массовое вырезание греков, да, настолько эти два народа были в конфронтации друг с другом. И тогда было принято решение об обмене населением. Греки, которые веками жили на территории современной Турции, так называемая Малая Азия, они, так сказать, грузились в пароходы и переезжали в Грецию современную. То же самое турки, как бы, переезжали из Греции на территорию современной Турции. Вот. И именно так попал в Грецию вот старец Паисий вместе со своей семьей и преподобный Арсений Каппадокийский для жителей своей деревни стал таким духовным вождем. Они прошли пешком почти 300 километров до берега, там, где их мог подобрать корабль, чтобы увезти в Грецию, потому что иначе их ждала, так сказать, почти верная смерть. К сожалению, иногда международным бывает такая ненависть. Мы это знаем, как бывает в истории, к сожалению. Вот. И как в житии, вот в житии написана такая интересная фраза, что жители села, они не имели нужды во враче, потому что у них был преподобный Арсений. Они ему что-то говорили, он был как врач. Он молился, и люди исцелялись. Для людей это было так само собой разумеющимся, что они даже как бы врача у них не было. Они не понимали, зачем нужен врач, если есть Арсений, священник, который исцеляет их и душевные, и телесные немощи и болезни. Вот такой был великий старец, такой был великий подвижник. И он, можно сказать, как Моисей, вывел народ свой, тупастую, которая была ему доверена из предела Малой Азии, на Корфу, там он был, там он умер, был погребен на старом кладбище города Корфу, и уже старец Паисий в середине XX века обрел его мощи и перевез на территорию Греции. Вот такой замечательный был подвижник. Кому интересно, найдите житие преподобного Арсения Каппадокийского, почитайте его в печатном или в электронном виде, получите великое духовное утешение и наслаждение от чтения об этом замечательном человеке. Всех вас еще раз с праздником, с воскресным днем. Напоминаю, что завтра начало часов Божественной Литургии, без 29. Спасибо, Господи.